Здравствуйте! Мы продолжаем вас знакомить с миром профессии. Сегодня расскажем о направлении технологии геологической разведки. Андрей Викторович, направление технологии геологической разведки. Наверняка там учатся будущие геологи. Здесь основное слово – это технологии. Потому что есть еще у нас кафедры прикладной геологии. И там, да, действительно учатся именно геологи. А у нас используются и учатся будущие специалисты, которые используют именно технологии. В их состав входит бурение, или его еще называют технологией техника разведки месторожений и провинц-скопаемых. В их состав входит геофизические методы поисков и разведки месторожений и провинц-скопаемых. И третья специализация – это геофизические информационные системы. Где работают специалисты такого профиля? Наверняка это связано больше с полевыми условиями. Работа разнообразная. То есть вот я, как пример, могу показать, так сказать, проспекты тех организаций, где наши выпускники работают уже или собираются работать. Например, Коголубь, нефтегеофизика. В Иркутске у нас подобная есть организация и филиал, и организация «Иркутск. Газ-геофизика». Это все подразделения «Газпрома». Значит, есть такие организации, занимающиеся специализированными работами. Например, Иркутское электроизоляционное предприятие, где тоже очень много наших месторожений работает. Есть такие организации, которые специализируются на поисках радиоактивных руд, минералов, уран, цветметр, разведка. Вплоть до, соответственно, организаций, которые используют разные современные беспилотные летающие аппараты. У нас, в частности, есть такая лаборатория, которая занимается разработкой собственных таких аппаратов и применением их в геологической разведке. Востребована ли на рынке труда эта профессия? Профессия очень востребована. Сейчас у нас на каждого выпускника как минимум две заявки. Те, кто заканчивает, они получают работу. Работа эта достаточно, во-первых, интересная, во-вторых, достаточно высокооплачиваемая. То есть, вот, как бы, можно посмотреть при оценке зарплат, которые люди получают, ну, проводя работы, собственно, в полевых условиях, как говорят, то есть, непосредственно в тех местах, где, собственно, месторождение находится, она зашкаливает за 100 тысяч рублей, то есть, вполне достойная плата при очень интересной работе. Что необходимо для поступления? Создавать три экзамена, то есть, русский, математика и физика. Вот. Ну и, кроме того, конечно же, желание, с одной стороны, иметь интересную современную профессию, и, кроме того, любить технику, то есть, одна из специализаций наших – это технология техника разведки. Там люди, заканчивающие ее, не только работают с геологией, но и, например, могут работать автомеханиками и так далее. Как построен учебный план студентов? У нас есть лаборатория «Буровая», у нас рядом с географическим техником, бывшим, есть полигон «Буровый», на котором стоит несколько скважин, работающих с техникой, на которой студенты обучаются. Во-вторых, у нас есть внутри, в нашем здании главном, лаборатория сейсморазведки, лаборатория электроразведки, лаборатория скважинных методов исследования, лаборатория петрофизики, лаборатория радиометрии и, мало этого, и в технопарке в нашем есть две лаборатории, которые занимаются комплексными исследованиями и, как я уже говорил, соответственно, использование беспилотных летающих аппаратов для комплексного изучения. Ребята еще занимаются, ну, во-первых, преподаватели выполняют хоздоговорные деятельности, то есть ребята с ними работают, кроме того, что получают приятный бонус в виде зарплаты, еще и, соответственно, набираются опыта в разных самых местах, то есть наши работы проходят в самых разных местах, от Якутии до Алтая. Кроме того, есть производственные практики после третьего курса, после четвертого, после пятого. Все они проходят в конкретных предприятиях. Возможно ли дальнейшее обучение в аспирантуре? Наши ребята учатся в аспирантуре, ну, не только, естественно, наши. У нас есть две специализации – это геофизика и геоинформатика. То есть те, кто хочет дальнейше повышать свою квалификацию, могут в этом уровне работать. На этом у нас все. Выбирайте профессию по душе и поступайте в правильный ВУЗ. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова